День на Думской Возможно, это кажется очень сложным, но сейчас мы поговорим и поймете, что этим пользуется большинство людей. Однако среди этого большинства множество людей обмануты. Давайте поймем, как не обманываться в этой сфере и как правильно заниматься такими вопросами. Егор Мазниченко, врач общей практики семейной медицины, магистр, ассистент, аспирант кафедры... Ой, какое слово. Про педаптики внутренних. Вместо меня. Внутренних болезней терапии Национального медицинского университета. Приветствуем вас. Здравствуйте. Егор. Ну, действительно непростая тема из того, что мы там смогли почерпнуть из открытых источников, что сегодня действительно спросом пользуется такая регенеративная медицина, особенно в косметологии, вероятно, чаще всего. Ну, и серьезные заболевания, такие как рак, тоже можно пробовать одолеть с помощью вот пересадок клеток. Ну, рассказывайте об этом подробнее. Мы поговорим об этом еще. До рака нам, к сожалению, пока еще далеко. Именно с той тематикой, о которой мы сегодня поговорим. Мы поговорим о клеточной терапии и в разрезе PRP-терапии или Platelet Rich Plasm, или плазмы, обогащенной тромбоцитами. Это относительно новая биотехнология. Она относится к разряду тканевой инженерии и клеточной терапии. Выбрал эту тему, потому что каждому из нас она будет доступна и понятна. Собственно, эффекты от PRP-терапии приравниваются к эффектам стволовых клеток по некоторым параметрам. Она относительно проста в использовании и намного безопаснее и экономически доступнее для пациента и для самой клиники, нежели использование стволовых клеток. У нее есть свои преимущества на этом. Конечно, как вы правильно подчеркнули о том, что самое большое распространение PRP-технологий послужило сейчас эстетической медициной. На втором месте стоит спортивная медицина и регенеративная медицина. Последние десятилетия медицинское сообщество очень много направило сил, и научное общество тоже направило сил по регенеративной медицине. Потому что все мы стараемся как можно дольше сохранять свою активную молодость, выработать запас свой на будущее, на старость. Поэтому плазма, обогащенная тромбоцитами, нашла очень хорошее распространение и применение. Что же это такое? Мы используем в этой терапии два основных компонента. Это плазма и, собственно, тромбоциты. Плазма, обогащенная тромбоцитами. Что такое плазма? Все мы знаем со школы, да, собственно, это самая жидкая часть, вот раствор в нашей крови. Если кто-то из нас сдавал кровь, я думаю, все мы попадали хоть раз в поликлинике, мы видели, как в пробирке кровь набрали нам в пробирку, выпустили эту кровь. И если она постоит, она рассеивается, расслаивается на два слоя. Вот это вот желтая, надо осадочная жидкость, это и есть плазма. Что такое тромбоциты, мы тоже, в принципе, все знаем. Когда мы падаем, царапаемся, получаются царапинки, то образуется корочка, кровь начинает течь, потом останавливается, образуется корочка. Вот, собственно, эта корочка и есть работа этих тромбоцитов. Но еще в 70-х годах прошлого столетия с техническим прогрессом и усовершенствованием микроскопов учеными были открыты и другие свойства и функции тромбоцитов. И, собственно, эти функции послужили основой и базисом для этой терапии. Что же это за свойства? Оказывается, в этих клетках есть большое количество гранул. Нас будут интересовать альфа-гранулы. В этих альфа-гранулах более 30 различных биологически активных веществ, молекул, белков. Они составляют и сигнальные протеины, то есть это специальные клетки, белочки, которые подают сигналы различные. Это и факторы роста, которые отвечают за рост новых сосудов, за рост новых тканей. И в экспериментах инвитро были продемонстрированы очень уникальные свойства этих тромбоцитов. Брали, к примеру, кость. В кость помещали, в тробикулярную структуру, в середину кости, помещали плазму, обогащенную тромбоцитами. И наблюдали за тем. Оказывается, у этих тромбоцитов есть специальные сигнальные молекулы, которые подают сигнал, что не хватает костной ткани в данном участке. И они таким образом притягивают посредством сигналов из периферической крови, из периферии различные клетки, в том числе и стволовые клетки, которые еще не дифференцированы. У каждого из нас есть еще запас пул стволовых клеток. Он у нас находится и в костном мозге. Мы знаем, что наша кровь всегда обновляется. Что, собственно, тромбоциты в среднем живут около 7 суток. Эти 7 суток начинаются от того, как они вышли из костного мозга и попали в кровеносное русло. Другие крови точно так же. Наша кровь всегда обновляется. У нас нет постоянного состава клеток. Поэтому стволовые клетки в нашем организме есть всегда. И в жировой ткани они тоже есть. И постепенно выделяются. И в нашем головном мозге тоже есть. Это тоже миф о том, что наши нервные клетки не восстанавливаются. Так вот, они подают сигнал. К ним притягиваются стволовые клетки. Стволовые клетки чем уникальны? Что они не дифференцированы. То есть из одной клетки может образоваться любая другая клетка. Клетка глаза, пятки, сухожилия, носа, какая угодно. То есть по требованию организма. И в данном случае у нас есть потребность у кости. Поэтому эти клетки подтягиваются в место поражения и превращаются в костную ткань. Поэтому вот такими эффектами, как натягивать на себя стволовые клетки, обладают и плазма, обогащенная тромбоцитами. Тромбоциты почему нам тоже важны? Потому что, оказывается, они играют большую роль в процессе восстановления. В процессах регенерации и репарации различных тканей. К примеру, вы порезали палец. Он появилась там корочка, ранка. Когда палец начинает болеть, он отекает, повышается температура. И вот на поздних этапах, почему он болит? Потому что из-за отека, отек давит на нервные окончания, возникает воля. И за счет отека организм старается ограничить это место, где происходит воспаление. Приходят другие клетки крови, проверяют, есть ли там инфекция. Если там есть инфекционный агент, начинаются процессы фагоцитоза. То есть организм уничтожает все чужеродное, что не должно быть в нашем организме. Когда он все вычищает, он посылает сигнал тем же тромбоцитам. Тромбоциты приходят и проверяют. Все чисто, значит, нужно восстанавливать. Потому что какой-то период времени у этой ткани не было питания со стороны крови, не было витаминов. И ткань уже не функционирует. Сосуды были пережаты. И когда тромбоциты приходят, они выбрасывают свои факторы роста. И за счет этих факторов роста начинают расти соединительные ткани, расти новые сосуды, процессы пролиферации, восстановления. В этом идеальном процессе, предусмотренном природой, любое вмешательство, наверное, или на самом деле нет, как-то может пагубно сказаться. Но при выделении, потом изъятии, пересадке клеток происходит что-то такое, что может как-то привести организм в дисбаланс. Очень хороший вопрос. Я, как правило, заканчиваю свои презентации на эту тему разбором именно этого аспекта. Это одно из больших преимуществ в работе между плазмой, обогащенной тромбоцитами и стволовыми клетками. Потому что, когда мы работаем с плазмой, перепит терапией, мы кровь забираем у конкретного пациента, и ему же эту кровь потом будем вводить, уже готовый препарат. Для этого используются специальные центрифуги. Они заключены тем способом, что мы подсоединяем специальные пробирки и мановеты к венке пациента. Кровь туда набирается. Затем загружаем этот мановет специально в эту специальную центрифугу, где проходит определенное количество оборотов под определенным углом, с определенным ускорением на протяжении длительного времени. И после этого мы получаем уже конечный продукт. И мы этим конечным продуктом уже начинаем работать с пациентом. То есть уходят различные побочные эффекты, как неприятие трансплантата, аллергические реакции на различные компоненты. Нет никаких чижеродных веществ. То есть мы работаем конкретно с клетками пациента. Мы из этой крови выбираем только молодые тромбоциты, потому что они максимально активны. Мы знаем, что с возрастом мы старее и менее активны становимся. То же самое происходит и с клетками. Поэтому вот этот аспект как раз и уходит. В работе со стволовыми клетками мы используем различные реактивы, реагенты, которые могут быть изъяты из животного происхождения. Белки могут быть животного происхождения. И есть все равно минимальный риск, что могут развиться какие-либо побочные эффекты. И тем не менее стволовые клетки выращиваются в специальных инкубаторах, где тоже есть риск присоединения вторичной флоры. Касательно у плазмы обогащенной тромбоцитами было показано, что она имеет активность как у антибиотиков. И показано, что она может бороться с кишечной палочкой, с золотистым стафилококком. Поэтому вот в хирургии в частности тоже очень активно применяется. Косметология все-таки, наверное, тот вопрос, который девушек точно больше интересует. Есть множество процедур с этим процессом в частности связаны. Насколько можно доверять какой-то среднестатистической клинике делать такие вещи? Или нужно очень внимательно относиться к выбору специалистов? И, пожалуйста, вы сейчас подробно расскажете об этом. Если есть какие-то статистические данные, процентное соотношение недобросовестных косметологических услуг? Нет такого? Ну, 50% это нечестно работает. Нет, вы же понимаете, что даже если где-то появляются, от этого стараются уйти. За этим никто не следит, согласно многим нормативным документам, которые сейчас появились. Но действительно есть такая проблема. Сначала мы, наверное, поговорим о этих процедурах. Да, какие есть. В эстетической медицине перпитерапия очень широко используется. В первую очередь это в трихологии, борьба с потерей волос. Особенно актуально для мужчин. Потому что мы знаем, что потеря волос у мужчин – это генетически детерминированные процессы. Мужчины теряют волосы либо после 20, либо после 40. В большинстве своих случаев. И вот если прошло не более двух лет, то есть еще очень большие шансы, чтобы с помощью своего же организма вернуть, если нам выведут слайды, мы покажем это, собственное свое оволосенение. Дальше. Укасательно с женской стороны – это очень хороший лифтинг эффект. И действительно очень хорошие результаты. Достаточно несколько процедур для того, чтобы были заметны колоссальные изменения, которые сродни с работой стволовых клеток. Изготавливаются… Это все инъекционно происходит, правильно? Да, это инъекционно. У вас из вены забирают кровь, потом она проходит серию центрифугирований, потом выложитесь, и у вас по типу биоревитализации обкалывают плазму, обогащенную тромбоцитами. А что лучше, биоревитализация? Это немножко разные эффекты. Я, естественно, как практикующий врач, выбрал бы PRP-терапию, потому что, опять же, никаких побочных эффектов, выраженный косметологический эффект, легко контролируемый. И плюс еще в сравнении этих двух методов, в том, что не остается никаких папул, вот, и все рассасывается, остаются питехи, так называемые. То есть вот небольшие, как будто вот следы кровиоподтеки, которые в течение суток-двух проходят. То есть девушке, которая активно работает, активно занимает социальную позицию, ей это очень на руку. Я знаю, что после процедур биоревитализации нужно более продолжительный период, когда человек не может выйти вообще, вернуться к общественной деятельности. Поэтому лифтинг-эффекты очень популярны в этих. Могут обкалывать не только лицо, также шею, зону декольте, руки. Еще в одном из экспериментальных, собственно, в нашем университете проводился этот эксперимент. Много лет назад было показано, когда было на волне, скажем так, в мире исследований эффектов от плазмы, обогащенной тромбоцитами, был проведен эксперимент по приживаемости трансплантатов. Мы знаем о том, что трансплантация, даже увеличение женской груди тоже претерпевало различные изменения. И в одно прекрасное время хирурги эстетической медицины, они делали процедуру липосакции и формировали жировой трансплантант и пересаживали его вместо гелевых трансплантатов груди. Но по данным литературы было замечено, что, что бы мы ни делали с жиром, организм сам распределяет его в те места, откуда, где он должен лежаться. И вот от 5 до 40% пересаженного жирового трансплантата снова распределялось в те места, откуда его изъяли. То есть возвращалось. Совершенно верно. Тогда стал вопрос, что нужно сделать, для того, чтобы его там зафиксировать. Мы проводили эксперимент на кафедре, и один из групп животных, которым был произведен жировой трансплантат после липосакции, обкалывали плазму, обогащенную тромбоцитами. Гистологически подтвердили о том, что был сформирован соединительно-тканный каркас, то есть сформировалась матрица и базальный слой, где был зафиксирован жировой трансплантат. А также большое количество новых проросших сосудов, которые тоже говорили о том, что кровь поступает достаточно, питание поступает достаточно, и, собственно, был сохранен этот жировой трансплантат. Поэтому вот в области хирургии, не только в общей хирургии, в лечении диабетической стопы, так называемой, у пациентов с сахарным диабетом, к сожалению, повреждается микроциркуляторное русло. Чем дальше от сердца находятся сосуды, чем они меньше, тем более пагубное влияние сахарного диабета проявляется. Поэтому у людей, как правило, всегда, особенно первого типа, после неудачного педикюра с длительным текущим этим заболеванием, начинается воспаление, которое остановить практически нереально. Удаляется пальчик, потом второй пальчик, потом стопа и так далее. Так вот, в лечении диабетической стопы тоже хороший результат. И плазма обогащена тромбоцитами. Ее обкалывают, сосуды прорастают, улучшается трофика и сохраняется таким образом пальчике и стопам. Что касается всех этих процедур в косметологии, в хирургии, насколько они доступны? В принципе, они являются доступными. Они намного доступнее, нежели процедуры со стволовыми клетками. Они просты в эксплуатации и использовании. Если мы говорим о стволовых клетках, мы должны выдержать около трех недель для того, чтобы стволовые клетки выросли в том объеме, в котором они нужны. И после этого мы проводим процедуры. С плазмой обогащен тромбоцитами вы сегодня пришли, через час-полтора вы уже получили эту процедуру. На сегодняшний момент в мировой практике существует два аппарата, которые максимально... Вот все эффекты, о которых мы говорим, есть таблицы, какие клетки мы получаем после этих процедур, соответствуют всем параметрам. Одна из них максимально распространена в фирме-производителе, находится в Германии. Не буду специально называть эти названия, чтобы не делать рекламу. В нашем городе таких центрифуг две. Набор для этой процедуры стоит в районе 100 долларов. То есть если процедура стоит меньше 100 долларов, я бы очень засомневался в добросовестности. Потому что, получается, покупают обычные центрифуги, которые не имеют ничего общего с теми центрифугами, которые эволюционировали. Потому что о этих гранулах было известно еще в 70-х годах. Но чтобы их получить в том количестве, чтобы они работали в правильном, чтобы в этой примеси были соединительные стволовые клетки и другие клетки, которые способствуют всем эффектам, о которых мы говорим, для этого нужны необходимы определенные условия. Вот эти условия есть в этих специальных центрифугах. У нас две их. Одна распространена больше в Америке, вторая больше в Европе. Германия их производит. В нашем городе есть две таких центрифуги. В одной из клиник антиэйджинговой клиники эта центрифуга есть. Поэтому можно позвонить, узнать, сколько эти стоят процедуры. Эти возрастные цены. Если вам называют очень низкие цены, я бы на вашем месте поинтересовался, что за производитель, какой набор он. Всегда есть информация в литературах, в доступе, в интернете. Потому что все остальные эффекты, да, оно хуже не будет, это однозначно. Но о качестве и реальности этих эффектов это очень большой и спорный вопрос. Спасибо, что хуже не сделали. Это правда. Спасибо вам. Спасибо вам. Да, попробуем переварить эту информацию. Но, как минимум, направили вы в основные, дали основные опоры, на которые можно, собственно, опираться и разбираться в этом вопросе. Подробнее кому, конечно, это интересно. Спасибо вам большое. Егор Мазниченко, врач общей практики и семейной медицины, магистр, ассистент. Ну, и так далее. Спасибо вам. До скорой встречи. Спасибо вам. Сейчас небольшая пауза, и мы вернемся в студию через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...